Всем доброго дня! Коротко еще раз представлюсь, дополню немножко описание. Еще раз меня зовут Евгения Вольнова. Мой проект занимается тем, что мы сопровождаем онлайн-школы, IT-стартапы, различные программные решения, программное обеспечение. И так сложилось, что мы некоторое время назад занялись сопровождением ивентов, в том числе потому, что одним из наших клиентов является проект «Ивентология». Нельзя, сопровождая «Ивентологию», не заниматься упаковкой ивент-проектов. Поэтому максимально компетентно в этой нише. Если у вас будут сегодня вопросы по ходу моего выступления, фиксируйте их. В конце у нас будет 10 минут, и я отвечу на все, что вас интересует. Сегодня хочу рассказать вам коротко о тех моментах, на которые стоит обращать внимание, обращаясь к юридической упаковке ваших мероприятий. Я бы хотела сегодня рассказать вам ключевые моменты, которые важны с точки зрения урегулирования отношений с участниками мероприятия, то есть теми, кто покупает билеты, с точки зрения урегулирования отношений со спикерами, которых вы приглашаете на свои мероприятия, либо какими-то другими лицами, которые со стороны организатора, для зрителей, для участников что-то делают. И также поговорим с вами о том, на какие нюансы стоит обратить внимание при оформлении отношений с вашими подрядчиками, с площадками, с организаторами по продаже билетов и с другими возможными контрагентами. И, коротко, рассказав вам основной план выступления, хочу приступить с того, на что в первую очередь обращают внимание ваши потенциальные покупатели, ваши потенциальные участники. Первое, что видит потенциальный покупатель о вашем мероприятии, это ваш оффер, то есть что вы планируете продать, какое мероприятие вы будете проводить, чему оно посвящено, в какой оно сфере, кто там будет и так далее. Все это компоненты оффера. Я как юрист прекрасно понимаю, что особенно в наше время любой оффер должен быть безопасным. Поговорим с вами о том, как обезопасить свой оффер для того, чтобы не было каких-то претензий со стороны органов государственной власти, со стороны участников и даже со стороны спикеров. У нас такие кейсы, когда мероприятие заканчивалось претензиями со всех сторон, к сожалению, тоже есть, потому что не всегда организатор мероприятия максимально аккуратен при формулировании тех или иных предложений в своем оффере, будь то реклама, либо сайт, либо еще какие-то внешние проявления, скажем так, своих предложений. Также мы с вами обсудим, какой минимальный пакет документов необходимо размещать на сайте, для того, чтобы легально продавать билеты на мероприятия и приглашать туда участников. Ну и также очень важный момент, на который очень редко организаторы обращают внимание, это юридическое оформление регистрационных форм. К моему большому сожалению, все практически, кто приходит к нам на упаковку, на сопровождение с регистрационными формами, не дружат. Просто, скорее всего, потому что не знают, на что обращать внимание. И вот сегодня у вас по итогу моего выступления должен сформироваться чек-лист, на что посмотреть. По крайней мере, я постараюсь, чтобы он у вас сформировался. Итак, что такое безопасный оффер? В первую очередь, это тот оффер, который не дает ложной информации. Это очень важно. В голове обычного, скажем так, обывателя ложная информация – это неправда. Но когда юрист смотрит на ложную информацию, что он видит? Что это не просто искажение каких-то сведений, это еще те ситуации, когда мы что-то недоговариваем, когда мы некорректно сравниваем себя с другими. Например, по критериям, которые нельзя сравнивать между собой. Это как синий и холодный, например. Поэтому будьте, пожалуйста, при оформлении своих рекламных баннеров, каких-то рекламных интеграций, макетов, сайтов, лендингов, очень аккуратных в формулировках, потому что это очень важно. Сейчас на это могут обратить внимание и органы государственной власти. У нас есть кейсы с правоохранительными органами, разные ситуации были. Ну и, собственно говоря, сами участники, спикеры. Если спикерство предполагается, возможно, возмездным на мероприятие, тоже может быть источником проблемы. И проблема эта будет в первую очередь вытекать из оффера, который был некорректно заявлен. Пример ложной информации. Лучший спикерский состав и самая крутая тусовка. Это прям вырезка с сайта одного мероприятия. И здесь, на первый взгляд, возможно, вы ничего криминального не увидите. Но что такое лучший? Это всегда субъективное восприятие конкретного человека. Для меня спикерский состав лучший, для кого-то он может быть худший. То есть ситуации разные бывают. То есть здесь при такой формулировке можно получить не очень приятную ситуацию. Но если эту формулировку немножко докрутить и изменить, просто пример, чтобы вы поняли, то можно получить совершенно законную, нормальную, легитимную формулировку. Например, лучший спикерский состав по версии кого-то, журнала, например. Либо по результатам маркетингового исследования такого-то. И здесь мы должны понимать, что с юридической точки зрения информация должна быть подтверждаема. То есть у вас должна быть возможность подтвердить, что то, что у вас написано в рекламе, на лендингах, ну в любых ваших проявлениях публичных, подтверждаема документально. То есть если вы говорите о каком-то маркетинговом исследовании, подготовьте на всякий случай у себя на полочке результаты этого исследования. Для того, чтобы при возникновении вопроса была возможность подтвердить ваши слова. Очень важно писать достоверную информацию, например, о месте проведения мероприятия и количестве участников. У нас, к сожалению, недавний кейс был, когда ребята при определенных сложностях быстро поменяли локацию, но, к сожалению, позабыли об этом предупредить участников. Участники получили информацию в последний момент. Естественно, они получили огромное количество негатива. Здесь вопросы, конечно, больше к организации, но, тем не менее, вот такая замена без юридической доупаковки, она стала проблемой. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее. То же самое по количеству участников. Если вы понимаете, например, что вы пишете на вашем сайте, там, мероприятие на 8 тысяч человек, но вы у себя в голове 8 тысяч человек считаете по местам, например, в зрительном зале. Не надо так писать. Пишите до 8 тысяч человек. То есть, чтобы у вас была возможность в дальнейшем из этой ситуации выйти очень аккуратно. Не давайте ложной информации, следите за формулировками. Чего еще не нужно делать? Не гарантируйте результат, достижение которого зависит не от вас. Мы всегда можем отвечать только за свои действия, за результат своей какой-то активности или, наоборот, там, неактивности, скажем так. Вот простой пример. Опять же, это вырезка сайта мероприятия, сайта конференции. Здесь ребята пишут, что даст конференция, если вы, например, партнер или директор образовательного онлайн-проекта. Результат. Систематизируете работу онлайн-школы с помощью платной подписки, перекроете ежемесячные расходы на трафик и рекламу. Что значит систематизируете работу? То есть это активное действие по построению каких-то моделей. Как я, как организатор мероприятия, могу гарантировать, что кто-то на мое мероприятие сядет и совершит активные действия? Никак. Но вы же не будете за руку каждого водить и заставлять что-то сделать. Поэтому, если вы формулируете какие-то гарантии, какие-то обещания результата, пожалуйста, переворачивайте их с активных действий ваших слушателей, спикеров и так далее, только на свои активные действия. Обращайте внимание на формулировки. Потому что вот в таких случаях тоже огромное количество кейсов. Когда приходят ребята, которые хотят и на мероприятие поучаствовать, и денежку вернуть, и говорят, ну, у меня не получилось, потому что что-то пошло не так, верните, пожалуйста, деньги. Такое тоже может быть. Поэтому имейте в виду, играйте с формулировками в свою пользу. Отдельно хочу обратить внимание на оформление сайта любого мероприятия в принципе. Я думаю, что сейчас ни одно мероприятие фактически не организуется без какого-либо лендинга, без какого-либо присутствия в интернете. Очень важно понимать, какой минимальный набор документов необходимо разместить на своем сайте для того, чтобы соответствовать закону, для того, чтобы минимизировать возможные какие-то претензии, судебные разбирательства, тяжбы и так далее. Давайте разбираться. Первый документ, на мой взгляд, это самый важный документ, это публичная оферта. Что такое публичная оферта? Это ваше предложение неопределенному кругу лиц, то есть фактически любому, заключить с вами договор, то есть купить у вас билет на мероприятие. Она обязательно должна быть, потому что если ее не будет, соответственно, правила поведения в каких-то ситуациях при мероприятии, они будут просто неурегулированы. Вы же понимаете наверняка, что наше законодательство не может чисто, не знаю, технически, физически урегулировать абсолютно все ситуации. Поэтому ваша задача сделать оферту такой, чтобы на какие-то ключевые моменты, которые возникают у вас из практики, эта оферта либо отвечала на какие-то вопросы, которые вам приходится решать периодически, либо помогала вам отстаивать свои интересы в разных ситуациях. Поговорим позже о том, какие обязательно моменты необходимо в оферту включить, если у вас нет их. Также отдельно обращаю внимание, что публичная оферта нужна нам на сайте тогда, когда человек может произвести оплату, то есть купить у нас билет. Если вдруг у вас просто какой-то лендинг, на котором можно пройти регистрацию, и покупки там нет никакой, публичную оферту можно, собственно говоря, не размещать. Если у вас есть некий виджет, некая регистрационная форма, заполняя которого человек оставляет вам персональные данные, то есть что это такое? Это любые данные, любые сведения, по которым можно идентифицировать конкретного человека. Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты – это все персональные данные. Если у вас есть регистрационная форма на сайте, либо возможность каким-то другим способом оставить вам данные о себе, необходимо также разместить согласие на обработку персональных данных и политику в отношении обработки персональных данных. Это обязательные документы, обращая отдельное внимание, их два. Очень часто на сайтах я вижу, что размещена только политика, согласия нет. Неправильная история, необходимо два документа, чтобы не было штрафов от Роскомнадзора. Если вы понимаете, что по тем контактным данным, которые вам оставляет человек, вы планируете делать рекламу, например, отправлять e-mail, смски и так далее рекламного характера, необходимо разместить также согласие на получение рекламы. При этом уже довольно-таки четко сформирована практика и Федеральная антимонопольная служба, это тот государственный орган, который ведет контроль и надзор за исполнением законодательства рекламы в нашей стране. И судебная практика также довольно четко сформирована в отношении того, что на каждый вид рекламы нужно брать отдельное согласие. Отправляете смс-ку, получили согласие. Отправляете e-mail, получили согласие. Я должна иметь возможность дать вам согласие на направление смс-ок, но отказаться от e-mail рассылки, например. Вот такую возможность вы должны обеспечить тем, кто оставляет такие согласия и свои контактные данные на ваших сайтах. Если вдруг у вас на странице размещена некая форма, которая представляет собой ПО, например, какой-то виджет билетного оператора, например, у нас в сопровождении есть одно концертное агентство, и они пользуются билетами, они пользуются услугами билетного оператора, есть определенное программное обеспечение, которое позволяет продавать билеты. И, собственно говоря, для того, чтобы урегулировать отношения между владельцем этого программного обеспечения и конечным приобретателем билета, необходимо также разместить пользовательское соглашение. Этот документ будет урегулировать отношения как раз-таки по использованию этого виджета. Если никакого ПО вы не используете, нет у вас никаких личных кабинетов и так далее, пользовательское не нужно. То есть, что согласие на рекламную рассылку, что пользовательское соглашение, обычно это опциональные документы по необходимости, размещаемые на страницах. Возникает вопрос, где размещать документы. Опять же, очень часто я вижу, что документация размещается только в подвале сайта. В подвале сайта вы можете разместить документы, это не ошибка, совершенно спокойно можете размещать там все, что угодно, хоть аферту, хоть политику, хоть другую документацию. Но я рекомендую всегда, и это правильно, размещать документы либо над регистрационной формой, либо под, либо в регистрационной форме. Смысл какой такого размещения? Мы, как порядочные, добропорядочные участники гражданского оборота, должны дать возможность нашему потенциальному клиенту до оплаты увидеть все условия сделки, которые он совершает. Если мы размещаем аферту только в подвале, в суде очень часто ребята говорят, я не видел подвал, я туда просто не долистал, физически не мог ознакомиться с вашей аферой, извините, она не применяется в этом суде. Такое может быть совершенно точно. Когда мы размещаем именно таким образом документацию, у нашего оппонента в суде не будет шансов утверждать, что он не имел возможности ознакомиться с документом. Отдельно хочу обратить ваше внимание на саму формулировку. Посмотрите, в этой форме указано, нажимая на кнопку оплатить, я подтверждаю, что ознакомился с афертой и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и подтверждаю ознакомление с пользовательским соглашением. Формулировка правильная. Кому нужно, зафиксируйте ее. Это как раз таки формулировка, которая взята с сайта нашего клиента, где использован сторонний виджет. То есть появилось пользовательское соглашение. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть чекбокс, то есть квадратик под проставление галочки. Отдельно хочу пояснить правовую суть этого квадратика и самого механизма проставления галочки. Когда мы заключаем договор с вами в режиме оффлайн, в обычном мире, заключение договора это что? Это проставление подписи ручкой на бумажке. При продаже онлайн у нас с вами нет возможности ручкой на бумажке заключать сделку. Поэтому это активное действие по проставлению подписи мы можем заменить любым другим активным действием. Закон не регламентирует набор этих действий, перечень, либо какое-то отдельное действие. Здесь вольны мы сами решать, как наши бизнес-процессы выстроить. Поэтому вы совершенно спокойно можете ставить чекбоксы для проставления галочки. Тогда действие по проставлению галочки будет заменять проставление подписи. Либо привязать подписание документа электронное к нажатию на кнопочку. То есть вот этого квадратика можно не делать. Вместо подписания документа будет нажатие на кнопку. Почему я это проговариваю? Потому что знаю совершенно точно по обратной связи от наших клиентов, факт вот этого необходимости проставления галочки в чекбоксе режет конверсию. Не хотим резать конверсию, привязываемся к нажатию кнопочки. Вот. Собственно говоря, проговорил уже несколько раз про то, что есть возможность в нашем мире привлекать билетных операторов для реализации билетов. И здесь тоже не все понимают, какие юридические тонкости кроются за вот этой механикой. Когда мы продаем билет через третье лицо, то есть через билетного оператора, то к персональным данным участников в первую очередь получает доступ третье лицо, то есть билетный оператор. Именно билетный оператор получает все данные с регистрационной формы, потом передает их нам. Необходимо это отразить в документации, как билетного оператора, так и нашей. То есть необходимо с нашего клиента, с участника мероприятия, взять согласие, как минимум, на передачу его персональных данных третьему лицу, то есть нам, организаторам мероприятия. Вот такая несложная механика, но, к сожалению, мало кто ее учитывает. Когда мы говорим про продажу билетов, естественно, мы понимаем, что любое мероприятие на сегодняшний день рекламируется так или иначе. И к вопросу о том, как приглашение на мероприятие сделать не рекламой, потому что раньше об этом никто не парился, условно говоря, да, сейчас это переживают все, потому что маркировка рекламы у нас уже в полный оборот действует. И, собственно говоря, здесь хочу немножко подсветить вам моменты, как можно уйти, скажем так, от маркировки рекламы за счет того, что сам, ну скажем так, пост, например, в социальных сетях рекламой не является. Чтобы это понять, нужно разобраться, что такое реклама. Перед вами на слайде цитата из закона о рекламе, это статья третья закона о рекламе, где дается определение термина реклама. Реклама, обратите внимание, это информация, распространенная любым способом, в любой форме, с использованием любых средств. То есть, в первую очередь, это информация, размещенная хоть где, хоть как, хоть кем. Эта информация определенно адресована неопределенному кругу лиц. Что это значит? Это значит, что если персонально меня пригласят, например, на какое-то мероприятие, положим, Евгения, у нас там такого-то числа состоится спектакль, вот вам приглашение, в котором написано Евгения Вольнова, приходите. Это приглашение конкретно меня. Я не могу его отдать, этот пригласительный, там, подруге, другу и так далее. Это не реклама. Круг лиц неопределен. А если вы делаете рассылку неперсонифицированную, либо просто отправляете кому-то конкретному приглашение, и он его может передать, судебная практика сформировалась. Круг лиц неопределен. Вот, собственно говоря, это общие моменты, чтобы было понятно. Ну и, собственно говоря, реклама всегда будет направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование, поддержание интереса к нему и его продвижение на коммерческом рынке. Вот, соответственно, из этого определения мы с вами должны понимать, что не любая информация, даже размещаемая в интернете, является рекламой. Когда мы говорим про приглашение на какие-то мероприятия, обычно они размещаются в социальных сетях. Например, мы даже, когда я участвую спикером в разных мероприятиях, приглашаем своих подписчиков принять участие. Мы это делаем нативно. То есть, чтобы не было всех требований, а в частности требований о привлечении внимания именно к объекту рекламирования. Я сейчас говорю про нативность подачи. Вот пример. У нас есть небольшой телеграм-канал, в котором мы периодически размещаем информацию о том, что я выступаю в качестве спикера на разных мероприятиях, как мы это делаем. Мы не говорим, ребята, приходите, это очень крутое мероприятие, самое лучшее в вашей жизни и так далее. То есть, мы не приукрашиваем, мы не продаем в этом мероприятии. Мы делаем это нативно, мы рассказываем в первую очередь о том, что я спикер, я выступаю, не про то, что будет классное мероприятие. Чтобы не было, скажем так, намека на рекламу, чтобы минимизировать признание такого приглашения рекламы, необходимо также, чтобы не было прямых призывов купить билет. Вы можете рассказать, вы можете дать ссылку на сайт мероприятия, но прямых призывов быть не должно. Не нужно давать острую положительную оценку мероприятия, как я уже сказала, не нужно давать промокоды на скидку, не нужно давать реферальных ссылок. Вот это все такие признаки косвенные, на которые вас будет обращать внимание. Отдельно тоже поясню, что никогда ни один юрист либо представитель федеральной антимонопольной службы не ответит вам на гипотетический вопрос из разряда. А если я напишу, что у меня там хорошее мероприятие, приходите, но без ссылок, это будет реклама или нет? Такого быть не может. Никто никогда не консультирует гипотетически именно по этому вопросу. Почему? Потому что всегда ФАС рассматривает совокупность признаков. Поэтому если пойдете вдруг на консультацию кому-то, сразу идите с макетом публикации, чтобы это было проще. Переходим к следующему, скажем так, подразделу. Давайте с вами поговорим о том, на что стоит обратить внимание, когда мы формируем свою оферту. Я не буду сейчас рассказывать какие-то общие положения законодательства. Кусочками, тезисно, коротко, то, чего обычно не хватает. То, где обычно слабые места у ребят, которые к нам приходят за документацией. Можете тоже зафотографировать, либо потом посмотреть, чекните свои оферты, есть там это или нет. Но вот первый момент, право организатора изменять программу и состав спикеров, место проведения мероприятия и так далее. Вот то, о чем я говорила, у нас недавно был не очень хороший кейс, когда было изменено место мероприятия. И, к сожалению, в документации проекта этого указано не было. Такого права, такой возможности и самой механики не было проработано о том, как вообще в принципе это реализуется. Поэтому были проблемы. Но отдельно здесь хочу внимание обратить на то, что всегда, когда мы прописываем документы либо оферы, мы должны учитывать особенности нашей целевой аудитории. Если у вас целевая аудитория читающая, и их вот этот пункт отпугнет, про право организатора менять дату, место и время, то здесь уже нужно понимать, соотносить имиджевые риски и какую-то вероятность наступления этого события. Сами решайте, прописывать это или нет, но теперь мы везде прописываем. Я извиняюсь после выступления. Также всегда рекомендуем прописывать временной интервал, в который купившим билет дается обратная связь по организационным, техническим моментам и обязательно прописываем место, куда задавать вопросы. Это касается скорее каких-то небольших мероприятий, потому что тоже уже наши клиенты набили себе шишку в этом, когда просто каждый второй участник задает какие-то вопросы в личку. У организатора не остается времени для того, чтобы заниматься самой организацией, он вынужден разгребать вопросы, давать ответы. Если будет понятное правило поведения в этой части, как в оферте, так и на сайте какая-то информация, будет намного проще. Отдельное внимание прям прошу уделить такому юридически важному моменту, как приемка услуг. Организация мероприятий чаще всего де юре, это услуги, договор оказания услуг. И чтобы было понятно, у нас есть в гражданском кодексе статья 782, в которой сказано, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг в любой момент. Если мы обратимся к терминологии опять гражданского кодекса, то мы увидим, что договор оказания услуг – это тот договор, когда исполнитель обязуется выполнить конкретную деятельность, либо действия конкретную. Соответственно, у этой деятельности, либо действия, есть качественные и количественные характеристики. Соответственно, чтобы не было претензий к нам, как к тому лицу, который оказывает услугу, мы должны выполнить то, что обещали, определенного качества, определенного количества. Соответственно, нам как можно быстрее нужно, чтобы наша услуга де юре закончилась. Как можно быстрее результат нашей услуги был принят. То есть что такое приемка? Это тот момент, когда человек говорит, да, я подтверждаю, услуга оказана в том качестве и в том количестве, которое я, собственно говоря, покупал, исходя из офера, исходя из оферты. Поэтому очень важно эти моменты в оферте прописать. Особенно это касается тех случаев, когда у нас пакеты участия смешанные. Либо когда у нас идет сначала мероприятие, в дальнейшем предоставляется возможность получить записи. Вот про возможность получить записи с юридической точки зрения. Это можно оформить не как услугу. Это можно оформить как лицензию. То есть условно мы продаем билет в кино. Почему для нас это выгоднее? Потому что услуга закончилась, приемка состоялась. Это значит, что денежки за мероприятие мы возвращать не должны. Дальше идет предоставление доступа к записанным материалам. Это лицензия. Там уже нет приемки по качеству. Соответственно, запись ведется не по заданию конкретного человека. Она ведется в принципе по мероприятию. Поэтому для нас это выгоднее. Обращайте внимание на приемку. Отдельно обращу тоже внимание, чтобы было понятно. Не всегда приемка это подписание акта. Вы не будете подписывать акт с залом на 2000 человек. Включите в оферту положение о приемке по умолчанию. Например, в случае, если в течение трех рабочих дней после окончания мероприятия к вам не обратятся с претензией, мотивированной, это значит, что человек принял услугу по качеству и количеству. Обезопасьте себя от дальнейших каких-то негативных моментов. Обязательно прописывайте тот объем предоставления, который входит в тариф. Особенно это касается тех мероприятий, где прям большая разница в вот этом предоставлении. Например, есть тариф стандарт, где просто послушать спикера, поучаствовать в каком-то мероприятии. Есть VIP с какими-то дополнительными мастер-майндами, выездами и так далее. Есть еще какие-то другие тарифы. Обязательно учитывайте это в оферте. Вроде бы это очевидное заключение, но тем не менее не все занимаются подобным прописанием своей документации. Обязательно прописывайте особенности сопутствующих услуг на месте проведения мероприятия, если вы предусматриваете трансфер для участников. Такое тоже бывает у наших клиентов очень часто. Организовывайте питание, досуговые мероприятия и так далее. Здесь уже скорее, исходя из своего опыта проведения мероприятий, ну либо исходя из опыта юриста, либо другого человека, который вам составляет оферту, необходимо прописывать то, что касается и специфично, конкретно для вашего мероприятия, вашей ниши. Также, если есть в этом необходимость, следует прописать особые требования к зрителю, к участнику мероприятия относительно его внешнего вида, каких-то состояний, запрещенных каких-то действий, либо бездействий. И это нужно прописывать как правило, скажем так, проведения, за нарушение которых вы можете удалить человека с площадки. Здесь дам пояснение, у нас есть такой громкий для нас кейс, который долгое время длился, но в настоящий момент суд встал на нашу сторону, ответчик пока дело обжалует, но тем не менее первая инстанция наша. Значит, ситуация заключалась в том, что наши клиенты организовывают ретрит. По правилам этого ретрита нельзя пользоваться мобильным телефоном в определенные часы, нельзя употреблять алкогольные напитки, курить, ну и в общем подобные ограничения присутствуют. И, собственно говоря, конкурент нашего клиента купил участие в этом ретрите, приехал на него, употребил алкогольные напитки, возможно что-то еще, и начал хулиганить. Его с площадки удалили. Суд признал, что мы сделали это правомерно, потому что в оферте были правила поведения. Ну, даже не в оферте, в том случае был договор, так как это оффлайн мероприятие, предполагающее маленькое количество участников, но тем не менее, так как все это действие, скажем так, было урегулировано документально, все прошло удачно для нашего клиента. Когда у нас имеет место быть онлайн-трансляция на мероприятии, обязательно в оферте определите условия доступа к трансляции. То есть, кто может заходить. Один пользователь по тарифу, восемь раз можно зайти с разных устройств или еще как-то. Обязательно обращайте на это внимание. То есть, если разные тарифы, тоже нужно это прописывать. Определите в документации платформу и требования к программному обеспечению самого зрителя, самого участника. Потому что тоже были такие ситуации, когда у меня не тянет компьютер, все плохо, пожалуйста, верните деньги. И при этом мы видим, что человек откуда-то входил. Обязательно определяйте эти моменты. Собственно говоря, необходимо также определить механику получения доступа зрителя к трансляции. Условно, на какую кнопочку нажать, по какой ссылочке перейти и так далее. Либо, если нет возможности на этапе составления документов это все прописать, сделайте отсылку. Например, все подобные условия будут описаны в сообщении по электронной почте, направленном после оплаты. То есть, какими-то общими моментами. И тогда следите, что вы пишете, либо пишут ваши менеджеры по электронной почте вашим клиентам. Чтобы все было односложно, понятно, без двойных формулировок, трактовок и так далее. Все это очень важно. Обязательно определите механику коммуникации со спикерами и другими зрителями, если такая возможность заявлена в самом оффере. То есть, как задавать вопросы. Вот здесь на sold out мы понимаем, что есть онлайн-трансляция. Ребята могут задать вопросы где-то на виджете, либо в чате и так далее. Тоже очень важная история. Чтобы не было вопросов, лучше это прописывать и определять. Если вы предоставляете доступ к записям мероприятий, очень важно определить срок, на который предоставляется доступ к записям, потому что если мы его не определим, то наш потребитель может решить, что навсегда в каких-то облачных хранилищах и так далее эта запись будет сохраняться. На самом деле, если вы не планируете этого делать, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы это было прописано в документации. Определите место, где вы размещаете записи, чтобы не было также путаницы и разных негативных моментов. Определите пределы использования записи и количество пользователей, которым они доступны. Здесь с юридического на человеческий переведу. У нас запись является объектом авторского права. Это аудиовизуальное произведение. И в соответствии с гражданским кодексом мы можем определить способы использования этого произведения. То есть, например, запретить его использовать в коммерческих целях, скачивать, нарезать, выкладывать в интернет и так далее. Мы должны определить, что данная запись доступна только для просмотра тому лицу, который акцептовал оферту, оплатил договор. Чтобы не было такого, что вы предоставили записи, она пошла по интернету, мимо вас и так далее. Будьте осторожны. Кроме того, также немаловажным будет определить срок, в течение которого записи будут размещены на самой платформе. Здесь очень важно просчитать сроки. Не все, к сожалению, это делают, не все попадают в сроки, но это очень важно предусмотреть. Оставьте себе время для качественного монтажа, для выгрузки записи на платформу и так далее. Если вы, это я уже проговорила, но еще раз повторю, если вы записи мероприятия продаете в пакете с живым участием, лучше отделить в оферте живое участие – это услуги, предоставление записи – это лицензионный договор, чтобы минимизировать возможные претензии и возврат. Помимо отношений с участниками мероприятия, когда мы проводим то или иное мероприятие, мы заключаем договоры со спикерами. И здесь мы столкнулись с тем, как юристы, что не все организаторы мероприятий понимают, для чего вообще нужен договор со спикером. Меня часто приглашают куда-то выступать, либо проводить прямые эфиры, либо записывать уроки для каких-то школ, и очень немногие дают договор. Зачем нужен договор? В первую очередь договор нам нужен для того, чтобы вы имели возможность легально, законно разместить эти материалы, сами записи, где-то на своих ресурсах, чтобы вы могли их использовать. Для этого нужно получить право на использование вот этого аудиовизуального произведения, которое формируется в результате записи выступления спикера. Также вы при помощи договора можете снять с себя, как с организатора, ответственность за содержание того контента, который излагает спикер во время выступления. Например, спикер может нарушить чьи-то авторские права, продемонстрировав фотографию, либо логотип взятый из сети интернета и так далее. Он может дать недостоверную информацию. Вы же не будете проверять весь контент абсолютно. В конце концов, вы можете не являться специалистом в какой-то нише и не понимать, насколько достоверной информации дается и так далее. Ну и в конце концов, через договор можно определить правила поведения, обязанности, сроки и так далее. Во сколько нужно прийти, как нужно выглядеть, когда сдать презентацию и так далее. Все это можно определять в договоре. Частые возражения от спикеров, которые не хотят подписывать договор, когда видят оговорку по передаче прав на запись выступления, либо на презентацию. У спикеров всегда возникает вопрос, я больше не смогу выступать с этой темой. Здесь нужно со спикерами работать и объяснять им. Здесь постараюсь сначала на юридическом объяснить, и потом уже перейти на человеческий. У нас гражданским кодексом защищается не идея, а форма выражения. То есть я могу то же самое выступление, которое сейчас вам, скажем так, транслирую, где-то в другом месте тоже воспроизводить. Но это будет другая презентация, это будет другая подача, это будет несколько измененная. Но контент, по сути, останется тем же, потому что идея не защищается, защищается форма выражения. Соответственно, спикеру всегда можно объяснить, что мы забираем права на конкретную запись, на конкретную презентацию. Не более того, ничего там страшного, такого нет. Отдельно хочу обратить внимание на ситуации, когда спикер использует какой-то чужой контент. Чужие картинки, чужие фотографии, чужие логотипы, видео и так далее. У нас в Гражданском кодексе есть статья 1274, которая говорит о законном цитировании других произведений. Что там сказано? В этой статье сказано, что можно в информационных целях, собственно говоря, те цели, которые мы преследуем сегодня с вами, цитировать, то есть размещать части произведений других авторов только с указанием имени автора и источника заимствования. Желательно, чтобы спикеры об этом знали, чтобы тоже не было у никого никаких проблем, никаких вопросов. Что еще можно включить в договор со спикером? Это технические организационные условия при онлайн-выступлении, чтобы не было никаких сбоев и проблем. Ну, во-первых, заранее проговорить, во-вторых, в договоре зафиксировать требования к качеству контента, очень немаловажный момент, скажем так, требования к внешнему виду и состоянию, время выступления, требования к срокам сдачи презентации. Это все, что мы делаем, собственно, когда упаковываем мероприятия, и вентологии в том числе. То есть это в договорах проработано. Отдельно хочу подсветить, как можно заключать договор. Все мы прекрасно знаем, что можно подписывать договор ручкой на бумаге, можно заключать его через электронную цифровую подпись, например, в таких системах, как диадок. Но мало кто знает, что в законе об электронной подписи есть такой вид электронной подписи, как простая электронная подпись. Не буду вдаваться в юридические тонкости, скажу общими чертами. Если включить в договор определенные формулировки, определенные термины, которые, собственно говоря, прямо прописаны в законе, то подписание договора через ПЭП может выглядеть как обмен сканами документа с определенного в договоре адреса электронной почты на определенный адрес электронной почты, который также указан в договоре. Самое главное – пользоваться именно теми адресами, которые прописываются в договоре. Поэтому не всегда нужно ловить спикера на площадке, лучше сделать это заранее, чтобы все нюансы были учтены. Кроме того, также я рекомендую позаботиться о том, чтобы получить со спикера согласие на использование его изображения. У нас есть статья 152.1 Гражданского кодекса. Она говорит о том, что использовать изображение человека можно только с его согласия. Есть определенные исключения в этой статье, например, если человек снят на видео или фото на каком-то массовом мероприятии и он не является объектом съемки, просто в массе, в толпе, скажем так, можно использовать это изображение. Но часто мы хотим использовать фотографии наших спикеров на сайте, в рекламных материалах, после мероприятия, какие-то публикации и так далее. Поэтому пока спикер в зоне доступа, не убежал по своим делам, возьмите с него отдельное согласие. Либо включить это в договор, либо можно отдельным документом это использовать. Также немаловажным являются моменты, которые тоже стоит подсветить. Они возникают при организации мероприятия. Все мы заключаем договоры с площадками. Всегда мы берем какие-то площадки в аренду. И здесь, скажем так, к моему большому удивлению, далеко не все организаторы мероприятий с площадками ведут переговоры. То есть обсуждают какие-то условия. Понятно, что у любой площадки, которая профессионально занимается тем, что она сдается в аренду, будут свои типовые договоры. Но не всегда эти договоры, скажем так, юридически грамотные, адекватные и так далее. Что я рекомендую обсудить с площадкой? Возможность переноса сроков в случае, если возникает какая-то острая в этом необходимость. Конечно, там государственный концертный зал Кремлевский не будет переносить сроки, скорее всего, если у вас что-то случится. Но, тем не менее, с какими-то площадками поменьше, я рекомендую эти моменты проговорить. Возможность возврата уплаченной предоплаты также должна являться предметом диалога. И мы всегда стараемся в этот диалог вступать, когда представляем интерес наших клиентов. И определить конкретные случаи форс-мажора, которые характерны могут быть именно для вашей ниши, для вашего мероприятия. То есть, что такое форс-мажор? Закрытого перечня в законе, что является форс-мажором, нет. Поэтому вы вправе самостоятельно определять какие-то ситуации, которые будут форс-мажорными. Отдельно скажу, что нужно читать всегда договор с площадкой. Мы сами устраивали, как устраивали, пробовали, пытались устроить ивент. Это была юридическая конференция. И, собственно говоря, за день до этого мероприятия у нас заболел основной идейный вдохновитель, модератор, спикер, в общем, человек-оркестр. Нам пришлось отменить это мероприятие. И площадка нам вернула деньги после получения нашей претензии. Почему так произошло? Потому что договор был максимально дырявый. Поэтому читайте всегда договор, подмечайте какие-то моменты, которые в нем можно использовать в свою пользу. Очень часто при сопровождении различных мероприятий я вижу, что ребята заключают договоры. И они предполагают, что если заключить бартерный договор, то не нужно будет платить налогов, все будет хорошо. К сожалению, это не так. Даже если стороны не платят друг другу деньги, деньги не ходят, все равно стороны получают некое предоставление, которое имеет денежное выражение, имеет стоимость. Например, если я буду оказывать юридические услуги взамен какой-то рекламы на мероприятии, то у меня на сайте, например, есть прайс, сколько стоят мои услуги. А у мероприятия есть, собственно говоря, тоже прайс на партнерские какие-то услуги. И господа из налоговой прекрасным образом это вычисляют, находят, смотрят и все это, собственно говоря, просто отследить. Поэтому запомните, что не бывает без налоговых бартерных сделок, если вы на это идете, учитывайте, пожалуйста, риски. Какие есть варианты урегулирования отношений договором через бартер? Мы обычно составляем либо один договор, просто в нем определяем стоимость одного предоставления, стоимость другого предоставления, либо фиксируем два договора и зачет требований. То есть, например, я по договору обязуюсь оказать услуги площадке. Это стоит, например, 100 тысяч рублей. Организаторы мероприятия обязуются разместить мою рекламу. Это стоит 100 тысяч рублей. Дальше мы подписываем зачет встречных обязательств, что никто никому не должен, поэтому деньги не ходили. Можно делать и так, и так, но в любом случае обращайте внимание на то, что налог платится. Не бывает вот такого аттракциона неслыханной щедрости, к сожалению. Собственно говоря, когда мы продаем билеты через билетных операторов, я уже эту схему проговорила, но напомню еще раз, мы должны понимать, что персональные данные наши клиенты сначала предоставляют третьему лицу, затем третье лицо передает нам. Это нужно отражать в документах. Обратная схема происходит, когда мы на мероприятии привлекаем организации, которые регистрируют участников. Это те организации, например, которые размещают оборудование, которое распечатывает вот эти вот бейджики прямо на месте и так далее. То есть, как они распечатывают эти бейджики? У них же есть доступ к персональным данным третьих лиц, поэтому мы должны это отразить в документации. То есть, изначально учесть такую схему работы на мероприятии, взять согласие на передачу персональных данных от участника третьему лицу, вот этой компании, которая будет заниматься регистрацией, и в политике обработки персональных данных прописать, собственно говоря, какие данные собираются, какие передаются, с какой целью, на какой срок, и очень важно, в какой срок наш подрядчик должен у себя эти персональные данные уничтожить. Почему? Потому что очень часто вот такие базы больших контактов, они продаются. Я думаю, для вас это не секрет. Если мне, например, начинает прилетать какая-то рассылка, либо какие-то звонки и так далее, я, наверное, буду искать, кто слил мой контакт, да, и кто-то настырный может найти. Поэтому вот такая документальная цепочка позволит просто снять с вас ответственность. Не рискуйте, это можно все документами упорядочить. Когда мы оформляем наши сайты, периодически мы размещаем логотипы, информацию о наших партнерах. Например, у нас на сайте тоже есть определенный баннер, определенная плашка, где размещаются наши партнеры. То же самое касается информации о наших клиентах, также мы ее размещаем. Что в этих ситуациях с юридической точки зрения нужно обязательно сделать? Ну, вообще нужно взять хотя бы согласие на использование товарных знаков партнера. Это можно сделать в какой-то юридической форме, а можно просто хотя бы спросить, потому что некоторые вообще не спрашивают. Мы спрашиваем, мы подписываем документы на это, но нужно обязательно это проговорить, это мое субъективное мнение как предпринимателя. Очень важно для того, чтобы информация о партнерах, вот этот информационный блок, не был воспринят федеральной антимонопольной службой как реклама, оформлять этот блок единообразно, то есть никого не выделять. Если вы делаете в какой-то стилистике оформление, не делайте так, что один партнер там на весь экран, остальные маленькие. Вот пример нормального оформления. Все партнеры идут в рядок, ни у кого нет никакого выделения. Здесь могут быть кликабельные ссылки на сайт этих партнеров. Самое главное, чтобы все было в общей конве, в общей массе смотрелось так, что не привлекается отдельно на кого-то внимание. Потому что мы с вами помним из определения закона о рекламе, что реклама это информация, которая всегда направлена на привлечение внимания. Здесь внимание ни на кого не привлекается, все идут в общей конве, в общей массе. У меня в общем-то на этом все. Это QR-код, его можно отсканировать. Вы попадете в нашу службу поддержки. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, прямо сюда вы можете писать. Ребята help, ребята вас выслушают, обнимут, помогут. У меня все. И будет help. Да, и будет help. Евгения, спасибо большое. Аплодисменты нашему спикеру за максимальный конструктив. Действительно можно конспектировать. А мы переходим к сессии вопросов и ответов. Уважаемые участники, у кого есть вопросы, пожалуйста, и вот сзади потом, коллеги, не забудьте, пожалуйста, там еще сзади есть вопросы. Здравствуйте, спасибо за выступление. Меня зовут Анастасия. Я веб-дизайнер. И у меня вопрос следующий. Вот в последних слайдах вы говорили о получении согласия для размещения логотипов партнеров. Вопрос в том, нужно ли это согласие публиковать на сайте. Ну то есть даже никакую там всплывашку, ничего такого. Нет, это согласие нужно скорее для вас, чтобы к вам никаких претензий не было. У нас даже такие случаи, когда ребята без спроса размещают либо какую-то информацию, либо какие-то, там, не знаю, идентифицирующие партнера знаки, либо обозначения и так далее, когда приходит первая претензия, лучше убрать. Даже при наличии согласия. Просто убрать и все. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Можно вопрос также про товарные знаки? Меня зовут Виталия, концертное агентство «Артисты и звезды». Чем нам грозит неоформление договора в концессии или лицензионного использования на собственный товарный знак? Вы знаете, мы с вашим агентством работаем. И обговорим это отдельно в чате. Ничего плохого не будет, все будет хорошо. Всем добрый день, спасибо большое за выступление. Меня зовут Любовь, я ведущая, организатор, город Вологда. У меня вопрос в части согласия, взятия согласия на обработку персональных данных социальной сети, использование фотографий коллег-ведущих в одном проекте. Согласно пользовательского соглашения социальной сети ВКонтакте, если говорим про нее, то, что они размещают на своих публичных страницах и в настройках указывают, что они дают согласие друзьям или друзьям друзей на использование той информации, которую они разместили. Это является согласием на обработку персональных данных или нет? Вот сразу скажу, незнакомо так детально с документацией ВКонтакте нужно смотреть сами формулировки, потому что согласие на обработку персональных данных это прям документ, это не просто предложение. То есть там необходимо определить, какие персональные данные, какие цели там и так далее. Есть определенные юридические тонкости. Нужно смотреть документ сам. Если вопрос острый, критичный для вас, напишите в саппорт. Спасибо большое. Мы посмотрим, ответим, это не проблема. Здравствуйте, меня зовут Олеся, я союз велосипедистов в республике Вашкортостан. Мы сейчас говорили все про контекст платных мероприятий. Мы организуем массовые велопарады, и это городские мероприятия, в которых участие для участников бесплатно. И есть определенные правила, которые участники должны соблюдать. Условно, не заезжать за первую линию, соблюдать какие-то рекламные материалы, не использовать на самом событии и так далее. То есть фотографии мы фотографируем на улице и так далее. Можно ли это все тоже прописывать в публичной оферте, и какое должно быть активное действие условно на сайте для этих людей, для того, чтобы мы могли с них условно что-то требовать. То есть, чтобы мы могли каким-то образом ограничивать действия их, и чтобы они не говорили, имеем право делать, что хотим. Мероприятия массовые, многотысячные. Как это сделать в контексте бесплатных участников? Независимо от того, платные мероприятия или бесплатные, вы совершенно спокойно можете определить вот эти правила поведения, о которых вы говорите. Публичная оферта в данном случае тоже имеет место быть. Почему? Потому что оферта – это предложение заключить договор. Договоры бывают возмездные, а бывают безвозмездные. У вас это безвозмездный договор с определенными правилами поведения, за нарушение которых договор расторгается в одностороннем порядке. Если мы идем по линии оказания услуг, и, скорее всего, у вас эта история есть, это вполне себе реально, законно и возможно. Да, можно так сделать. Благодарю. Вот сзади, пожалуйста, передайте микрофон. Вот молодой человек давно уже очень тянет руку. Добрый день. Спасибо за выступление. Меня Саша зовут. Вот вопрос следующий, прикладной. Значит, есть две стороны, да, соответственно, допустим, владелец сайта и клиент. Владелец сайта разместил оферту, клиент ее принял, но клиент, например, начинает утверждать, что там была другая оферта или она не была размещена. Ну, то есть вот такие вот ситуации, причем они очень часто бывают просто… Наша любимая, да, по вине сестадминов, что-то не выложили, вообще непонятно, было это действительно или нет. Так вот, что является действительно подтверждением того, что вот как бы, ну, эта оферта там была? То есть каким образом мне, например, надо ее зафиксировать? То есть я хочу, допустим, зафиксировать, что вот мне… Я под этим подписываюсь. Каким образом это правильно сделать? Ну, смотрите. Вообще у нас есть, например, такой способ фиксации, как нотариальное заверение. Но вы не будете каждую секунду садиться нотариально заверять. Ох с ним, да? Соответственно, прибегаем к каким-то косвенным доказательствам, потому что если мы говорим о каком-то судебном разбирательстве, то суд скорее будет смотреть на совокупность каких-то моментов, признаков и так далее. Что у нас есть? У нас есть, например, веб-архивы. Соответственно, зайдя в веб-архив, мы можем поискать версию страницы, которая была доступна на момент акцепта оферты, то есть на момент оплаты конкретной суммы этим клиентам. Это раз. Два. У нас есть, вот забыла слово, айтишная такая история, когда производится сохранение информации о нажатии, например, на кнопку, либо о переходе по какой-то ссылке. Лог-файл. Можно логировать, например, файлы. Это нужно обращаться к айтишникам. Может быть такая история. Ну и в конце концов, третий момент. У нас по Гражданско-процессуальному кодексу, по Арбитражно-процессуальному кодексу указано так, что каждая страна доказывает те обстоятельства, на которые она ссылается. Соответственно, в данном случае пускай товарищи докажут, что оферта была другая. Вот и вся история. Отдельно обращу внимание, если товарищи приносят скрины, то практически никто из юристов не делает скрины правильно. Уж не говорю про неюристов. Для того, чтобы скрин был принят как доказательство в суде, необходимо совершить определенные надписи на самом скрине. Необходимо, чтобы было захвачено дата и время совершения скрина, определить устройство, с которого скрин сделан. Ну и, собственно говоря, кто его сделал. Мало кто это делает. Поэтому можно разбивать такие доказательства. Как вариант. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за выступление. Меня зовут Вячеслав. Санкт-Петербург. Концертный зал Эпицентр Холл. Являюсь управляющим. У меня больше вопрос, наверное, следующего характера. По поводу переноса даты. Так как мы принимающая сторона, можете дать какую-то консультацию, постковидный период, имеет ли смысл этот перенос? Потому что последнее время показало, мы стараемся с уважением и лояльно относиться к нашим клиентам. Соответственно, нам было проще расторгнуть договор и перезаключиться под определенную дату. И на Ваш взгляд, с учетом текущей развивающейся ситуации, имеет ли смысл эту услугу каким-то образом унифицировать и предложить людям о переносе, не расторгая договор? С учетом Вашей практики. Здесь на самом деле нужно делать так, как удобно Вам. Вот чисто со стороны бизнес-процессов, как я это вижу. Как мы можем поступить в этой ситуации? Либо первый вариант, который Вы озвучили, расторгнуть, заключить новый договор, либо второй вариант – это дополнительное соглашение к текущему договору для того, чтобы перенести сроки, обговорить какие-то еще моменты. Можно сделать и так, и так. Да, вопрос лежит в другом. То есть к нам приходит клиент, особенно новый клиент, который, например, не знает нашу экологичность и лояльность. Многие боятся. Особенно это показал 2020 год, когда люди теряют средства, и у них есть момент недоверия. Соответственно, мы со своей стороны думаем, как бы сделать так, особенно нового клиента, дабы не отпугнуть. То есть перезаключение, то есть все о том, что Вы говорили, обсуждение, в плане этики. Будет ли это корректно, если мы… Если Вы сами инициируете этот вопрос? Да. Ну, к тому, что мы сразу хотели бы предложить, то есть это улучшение условий для нашего клиента, потому что это вопросы… Ну, так Вы можете это использовать как свое конкурентное преимущество, если Вы реально на это готовы. Можете в офере это говорить о том, что при определенных условиях возможен перенос сроков и так далее. Почему нет? Окей. Ну, с юридической точки зрения я проблем не вижу. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы. Ага, ну если в зале вопросов нет, разрешите, у нас есть буквально еще 5 минут. У меня такой вопрос, мне кажется, он в последнее время часто возникает, и коллеги в предыдущих докладах говорили об использовании креативов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Каким образом это должно быть зафиксировано в документах агентства, и где вообще это должно быть зафиксировано? Даже не спрашивайте, пока так не скажу. Честно Вам скажу. Потому что очень много нюансов, и нужно каждую ситуацию разбирать в отдельности. Я знаю, что много публикаций сейчас в интернете, но каждый раз есть с чем поспорить. Знаете, из разряда 2 юриста 8 мнений. Вот здесь та же самая история. Как используем, что используем, как это создалось и так далее. Все это нужно рассматривать в конкретном случае. Если есть вопросы, всегда можно написать. Мы любим ковыряться, поковыряемся, дадим какой-то ответ. А вообще какая-то практика по использованию? У нас пока не было таких ситуаций, чтобы приходили ребята и говорили, что они что-то используют, и нужно оформить. Но если не приходили, это не значит, что используют. Возможно, мы об этом узнаем дальше, когда будет какой-то суд. Тоже не часто, нередко точнее бывает. Спасибо большое. Вопрос еще в зале. Так, не работает. Снова совет велосипедистов. Небольшое еще уточнение. Так, у нас массовые события, участников много, и кто-то приходит сразу на события и не регистрируется на сайте. Вы говорили о том, что ознакомление со Фельдой должно быть подтверждено каким-то активным действием. Да. Какое активное действие, условно, это может быть, если у нас не регистрируются все участники, и в случае возникновения каких-то юридических проблем с ними, условно, вы получили номер стартовый. Это может быть активным действием, мы прикрепили на велосипед или что-то такое? Помимо активного действия, напомню, что мы должны обеспечить участнику возможность ознакомиться с офертой. Здесь, как вариант, могу предложить направление, какой-то ссылки на текст этой оферты. Например, регистрируясь на нашем событии, вы подтверждаете, что даете согласие на обработку персональных данных, кликабельная ссылка на согласие, на политику, и акцептуете оферту. Кликабельная ссылка на оферту. Ваш регистрационный номер 5. А если у нас происходит такая ситуация, что мы выдаем номера уже непосредственно на события, и эти номера не привязаны к людям, то есть мы вот так выдаем номера, и обязательно нужно какое-то привязывание конкретно к человеку, чтобы было какое-то активное действие. Вам нужно сделать так, чтобы человек был идентифицирован, было подтверждение, что он имел возможность посмотреть оферту, ознакомиться с ней, и он ее принял. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы? Ну тогда, если можно, буквально последний, наверное, если никто больше не захочет. Девушку вот еще у нас. Есть? Ага, отлично. У меня не вопрос. Я могу немножко вас просветить вот в плане авторства вот этих креативов. Просто я сталкивалась именно с этой ситуацией в литературных публикациях. В литературных публикациях, в цифровом формате, в том же самом ЛитРЭС и подобных вещах, необходимо указать автора, кто создал этот креатив, и ресурс, на котором создан этот креатив. Ну это то же самое цитирование, о котором я говорила. То есть особенности каких-то. И то же самое повторяется в социальных сетях. То есть если креатив какой-то используется при публикации, а, ну еще могут быть водяные знаки какие-то, прямо на фотографии, кто это создал. А водяные знаки для чего? Ну не водяные знаки, я имею в виду логотип какой-то, такой размытый, прямо на самой фотографии того автора, который создал этот креатив. Ну на самом деле мы же все прекрасно понимаем, что законодательное регулирование никогда не успевает за фактическим изменением дел. Поэтому сейчас каких-то вот особых норм нет. Я поэтому говорю, что лучше смотреть на каждую отдельную ситуацию отдельно. Общие правила цитирования не есть, но тем не менее могут быть нюансы всегда. По водяным знакам, ну наверное, спорная история. Мужен он, не нужен. Видимо, возможно, есть какие-то нюансы, именно связанные с идентификацией. Я в соцсетях только сталкивалась с этим. В ЛитРЭСе, например, достаточно указать автора, и в источник заимствования. И источник, да. Спасибо большое. Ну, все-таки есть время на финальный вопрос. И, пожалуй, это будет вопрос в развитии коллегии из Союза велосипедистов, потому что ситуации бывают такие, что мы имеем некую открытую регистрацию. Открытая регистрация говорит о том, что теоретически вы еще подходите, там уже запишетесь, когда придете. И фактически люди записываются там ручками на бумаге. Да, ручками на бумаге. А почему не сделать так, чтобы это было безопасно для вас самих? Почему не ручкой на бумаге, а в какой-то регистрационной форме? Ну, мы сейчас говорим о ситуациях, в которые мы вот уже попали. Да, допустим. Будет ли вот это фиксирование ручкой на бумаге, и тогда чего? Что конкретно нужно зафиксировать? Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, не знаю, паспортные данные или что-то. Ну, нет, это, я думаю, не совсем реальная история, да? Ну, как минимум, фамилия, имя, отчество, какая-то подпись, не знаю, распечатайте свою оферту или что-то еще, договор, например, да, положите, оставьте его. Пусть лежит договор в распечатанном виде, если это подписано ручками, то это будет считаться... Либо договор, подписанный ручками в данном случае, либо распечатайте оферту, и когда у вас люди регистрируются, пускай они пишут определенную формулировку. Ознакомился с офертой, там, не знаю, на заключение договора возмездного оказания услуг, с такой-то компанией, там, от такого-то числа. Согласен, спасибо. Коллеги, передайте, пожалуйста, микрофон вперед. И это как раз будет финальный комментарий у нас к сегодняшней секции. Нет, нет, первый ряд, пожалуйста, первый ряд. Первый ряд. Проходите, проходите, проходите. Спасибо. Я вот как раз в комментарии к вашему вопросу. Почему он актуален? Потому что часто, как раз если мы берем велосипедные, конные и так далее, нет ни интернета и никакого доступа. То есть, когда уже пришел участник, возможности как-то вообще ему пройти по ссылке не находятся. Мы на самом деле как раз распечатывали то, что вы говорите. Все оферты. Это, конечно, миллион бумажек, но зато хотя бы хоть как-то себя пытались обезопасить. Потому что по-другому я здесь просто выхода не вижу. Может быть, что-то есть еще. На самом деле, если нет возможности разместить это где-то в интернете, ничего, кроме старого дедушкиного способа по подписанию ручкой на бумажке не придумаешь. Это будет самый надежный вариант. Сто процентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!